Так, уважаемые коллеги, у нас из 23 членов Совета, утвержденного приказом представителя ВАГ России, присутствует 18. Количественный кворум обеспечен. По специальности кардиология 6 человек. Здесь тоже кворум обеспечен и мы можем имеем право начать работу. Объявляю наше заседание открытым. Защита диссертации Катаевой Кермен Батаевна на тему влияния ревоскулилизации миокарда на систолическую и диастолическую функции левого желудочка у женщин с ишемической болезнью сердца. По данным тканевой доплерографии. На соискании ученой степени кандидата медицинских наук по специальности кардиология. Шифр 14-01-05. Пожалуйста, доклад ученого секретаря. Катаева Кермен Батаевна, 82-го года рождения, окончила лечифак Астраханская государственная медицинская академия по специальности лечебное дело. Дали клиническую ординатуру в нашем центре по специальности кардиологии. И в 2014 году клиническую аспирантуру в клинико-диагностическом отделении нашего центра. Там же и выполнена работа. Апробирована 3 февраля 2016 года. Официальными рецензентами выступали КУЦ и кандидат медицинских наук Рахимов. Прошла апробация под председательством Виктора Евсеевича Маликова. 10 научных работ. Из них 3 статьи в рецензируемых журналах, определенных высшей ассоциационной комиссии. Экзамены все сданы на отлично. Характеризуется как квалифицированный внимательный энергичный специалист, специальный документ по в соответствии с положением ВАГ. Спасибо. Вопросы есть к ученому секретарю? Нет, да? Пожалуйста, Кермен Батаевна, 20 минут. Вы не волнуйтесь. Правда. Глубоко уважаемый Алия Антонович, член диссертационного совета, коллеги. В последние годы ишемическая болезнь сердца стала не только прерогатива мужского населения, но и женского. От болезни сердца женщина умирает чаще, чем от инсульта и рака молочной железы. Также течение заболевания имеет свои особенности. Нестабильность энерокардии, сердечная недостаточность, сахарный диабет, артериальная гипертензия чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Также женщина имеет и специфические анатомические особенности. Устойчивость организма молодых женщин к развитию ишемической болезни сердца отчасти объясняет тем, что они имеют более благоприятный липидный профиль, который характеризуется гормональным статусом. Эстрогена снижает уровень атерогенных липидов, повышает уровень липидов высокой плотности, подавляет апоптос и профилерацию гладкомышечных клеток сосудов, увеличивает продукции простециклина и оксида азота, блокирует кальциевые каналы, уменьшая содержание ангетензин, превращающего фермента и гомоцистеина в плазме крови. Прогестерон снижает тонус артериол, профилерацию гладкомышечных клеток артерии, блокирует кальциевые каналы, уменьшает реабсорцию ионов натрия в почках, снижают уровень холестерина антитромбина-3 и 8 фактора. Целью нашего исследования явилось оценить влияние гормонального профиля на клинические проявления ишемической болезни сердца и определить влияние рискулзации миокарда на систолическую и диастолическую функции сердца по данным тканевой доплерографии у женщин. Задача исследования – изучить особенность клинического течения заболевания и функциональное состояние сердца у женщин с ишемической болезнью сердца в зависимости от уровня содержания женских половых гормонов, проанализировать параметры систолической и диастолической функции сердца по данным тканевой доплерографии у больных с ишемической болезнью сердца, направляющих на рискулзации миокарда и определить наличие возможных гендерных различий, выявить специфику динамики параметров систолической и диастолической функции сердца по данным тканевой доплерографии у женщин с ишемической болезнью сердца в сравнении с мужчинами в зависимости от метод реэсклюзации миокарда, через кожного коронарного мешательства и коронарного шунтирования. В исследование были включены 151 пациент со шимической болезнью сердца, из которых 77 женщин, 74 мужчин, средний возраст которых составил 63 года. Всем пациентам было выполнено стандартные методы обследования с добавлением тканевой дуплер-эхокардиографии и определением уровня женских половых гормонов. Для оценки особенностей течения шимической болезни сердца в зависимости от уровня женских половых гормонов было обследовано 45 женщин, средний возраст которых составил 63 года. Все обследованные женщины были в менопаузе, возраст наступления которой 49 лет. Нестабильность энкардии встречалась у 16% женщин, инфаркт миокарда в анамнезе перенесли 49% женщин. В зависимости от уровня эстрадиола в крови были выделены две группы женщин. Первая группа с низким содержанием эстрадиола в крови, вторая группа с нормальным содержанием эстрадиола в крови в соответствии с возрастом. В первой группе уровень эстрадиола в крови состоял 12,2 пикограмм на миллилитр, во второй группе 20,1 пикограмм на миллилитр. Прогестерон в группах не различался. В первой группе был отягощен гинекологический анамнез, только в этой группе встречалось раннее развитие менопаузы, также меньшее количество беременности и большее число самопроизвольных выкидышей. По тяжелых форм санкардии напряжения группы между собой не различались. По возрасту манифестации ишемической болезни сердца и появлению первых признаков ишемической болезни сердца после менопаузы группы между собой не различались. Соответственно, развитие ишемической болезни сердца не зависело от уровня эстрадиола. Но было выявлено, чем меньше время начала ишемической болезни сердца после менопаузы, чем чаще встречался инфаркт миокарда. В первой группе преимущественно было одно и двухсосудистое поражение, во второй группе многососудистое поражение. Соответственно, в этой группе больше проводилось коронарное ушунтирование. В первой группе чаще встречалась гипертрофия миокарда левого желудочка, локальное нарушение сократимости левого желудочка и была ниже толерантность к физической нагрузке. Таким образом, можно заключить, что низкое содержание эстрадиола в крови, сопровождаясь локальным поражением коронарных артерий, требующих эндоваскулярной ревоскулилизации, и увеличением относительного риска инфаркта миокарда и нестабильности на кардии. Для определения гендерных различий диасторической и систолической функции до и после ревоскулилизации миокарда было обследовано 106 пациентов, из которых 32 женщины и 74 мужчин. Критерием исключения являлась анебризма левого желудочка, постоянная форма фибрилляции предсердия и поражение клапанного аппарата сердца. На первом этапе обследования до проведения операции проводились клинико-аномстический анализ, электрокардиография, эхокардиография в покое, тканевая доплер-эхокардиография, стресс-эхокардиография, коронарография. На втором этапе после проведения операции, на вторые сутки после чрезкожно-коронарного вмешательства и на шестые сутки после коронарного шунтирания проводилась электрокардиография, эхокардиография и тканевая доплер-эхокардиография. На данном слайде представлена классификация диасторической дисфункции согласно рекомендациям Американской ассоциации эхокардиографистов. Первая степень диасторической дисфункции соответствовала первому типу диасторической дисфункции, характеризовалась отношение пика Е к пику А меньше единицы и нормальному давлению в полости левого предсердия, меньше 8, равно и меньше 8. Вторая степень диасторической дисфункции соответствовала псевдонормальному нарушению, при этом отношение пика Е к пику А было больше единицы и повышенное давление в полости левого предсердия, отношение пика Е к пику Е малому от 9 до 13. И третья степень диасторической дисфункции соответствовала рестриктивному типу, характеризовалось отношение пика Е к пику А больше 1,5 и повышенному давлению в полости левого предсердия, отношение Е к Е малому больше 13. Также диастолическая функция у нас оценилась не только по трансметральным транспиркуспидальным кровотокам, но и по тканевому доплеру, кровотоку по легочным венам и показателю коэффициента жёсткости. Соответственно, у наших пациентов нормальная диастолическая функция встречалась у 17 пациентов. Первая степень диастолической дисфункции у 56, вторая степень у 27, третья степень у 6 женщин. Также было выявлено, что у 13 больных отмечается отношение пика Е к пику А меньше единицы и при этом повышенное давление в полости левого предсердия. Она была выделена в отдельную 1А группу, промежуточную между первой степенью и второй степенью диастолической дисфункции. Для выявления гендерных различий сравнивалась группа пациентов женского пола с группой пациентов мужского пола. Влияние ревскоризации миокарда у женщин и мужчин рассматривалось раздельно в зависимости от типа ревскоризации коронарного шунтирования. Коронарное шунтирование проводилось у 58 больных, чрезскорная коронарная мешать у 40 больных. Женщины были старше мужчин. Первые признаки появления шемистской болезни сердца у женщин появлялись намного позже, чем у мужчин. По функциональному классу анакардино-напряжению и перенесённым фактом миокардово-аналность группы не различались. В основном это были пациенты с тяжёлой коронарной недостаточностью. 34-й функциональный класс у женщин встречался в 72%, у мужчин в 51%. В основном это было преимущественно многососудистое поражение коронарных артерий у женщин 2,8%, у мужчин 3,4%. Степень невыраженности диастолической дисфункции у женщин была достоверно выше, поэтому индекс соответствия к си квадрату составил 17,6%. Как видно из представленной таблицы, прикажешься в нормальном состоянии диастолической функции у пациентов с ишемической болезнью сердца, независимо от пола, отмечается нарушение расслабления миокарда левого желудочка по показателям трансмитерального кровотока, кровотоку по лёгочным венам. В соответствии с группой здоровых лиц данной возрастной категории. Наши данные свидетельствуют о наличии нарушения расслабления миокарда при нормальном заполнении левого желудочка в диастол и сохранной фракции выброса левого желудочка. Гендерный анализ показателей диастолической функции дорискулизации миокарда показал, что скорость раннего наполнения левого желудочка при первой степени диастолической дисфункции у женщин меньше, чем у мужчин. При более тяжёлых формах диастолической дисфункции 1а и 2 степень эта разница нивелировалась. По поздней скорости наполнения левого желудочка и его продолжительности гендерная разница не выявлена. По отношению пика Е к пику А также при лёгкой степени диастолической дисфункции у женщин отмечается много хуже расслабление, чем у мужчин. При более тяжёлых формах диастолической дисфункции эта разница нивелируется. Отношение пика Е к Е малому – это показатель, относительно характеризующий давление в полосе левого приседе. При первой степени он был в пределах нормы, при более тяжёлых формах 1а и 2 степень повышены. И разница между мужчинами и женщинами была не выявлена. Коэффициент жёсткости – это показатель, основанный на времени замедления пика Е, был у мужчин выше, но без статистической достоверности. Основные показатели кровотока по лёгочным венам, характеризующие диастолическую функцию – это продолжительность скорости предсердного обратного кровотока. И его разница с пиком А по трансметральному кровотоку между женщинами и мужчинами достоверной разницы не получена. Отношение пика Е к А малому по фиброзному кольцу метрального клапана отражает картину диастолической дисфункции. То есть при первой степени и 1а степени – это меньше единицы, при псевдонормальном нарушении – больше единицы. Систолическая и сократительная функция по фракции выброса и систолической скорости движения фиброзного кольца метрального клапана были у пациентов в пределах нормы и между женщинами и мужчинами не различались. Однако было выявлено, что у мужчин были больше полости левого предсердия. На данном слайде представлено распределение больных в зависимости от типа диастолической дисфункции и поражения коронарных артерий. При первой степени диастолической дисфункции у женщин и у мужчин преимущественно встречались с анонизирующие поражения коронарных артерий. При более тяжелой степени диастолической дисфункции – это у женщин и у мужчин окклюзии коронарных артерий с индексом соответствия кси квадрат 12,5. Также было выявлено гендерное различие по количеству пораженных коронарных артерий. У женщин и при первой степени, и при второй степени диастолической дисфункции было большее число пораженных коронарных артерий. Эндоваскулярная ревоскулиризация миокарда у больных с первой степенью диастолической дисфункции сопровождается значимым улучшением расслабления миокарда без существенных изменений ситолической функции и гемодинамики у всех больных. Причем степень улучшения диастолической функции была более выражена у мужчин. При диастолической дисфункции второй степени после эндоваскулярной ревоскулиризации также отмечается улучшение диастолической функции через снижение давления в полости левого предсердия и левого желудочка. Причем у женщин реакция намного слабее. После коронарного шунтирования отмечается улучшение диастолической функции у мужчин значительно больше, чем у женщин. Рассматривать пациенты только с первой степенью диастолической дисфункции после коронарного шунтирования, так как женщина со второй степенью диастолической дисфункции коронарного шунтирования не проводилась. Несколько женщин с третьей степенью диастолической дисфункции проводилось коронарного шунтирования, и у них изменения показателей диастолической функции имели только тенденцию к улучшению. К нами также проведён анализ деформации миокарда. Деформация – это процентное изменение размера миокардиального волкна от состояния в покое до состояния после приложения усилия. Скорость деформации – это быстрота изменения деформации в изучаемом участке миокарда. В нашем исследовании систолическая деформация при первой степени диастолической дисфункции у женщин и у мужчин была выше, чем при диастолической дисфункции второй степени, но без статистической достоверности. Скорость систолической деформации была на 53% и на 95% больше у мужчин, чем у женщин. Диастолическая деформация была на 53% при первой степени больше и на 95% при второй степени больше у мужчин, чем у женщин. А скорость диастолической деформации на 22% только при первой степени диастолической дисфункции. Таким образом, можно заключить, что гендерный анализ исходных показателей деформации показал, что у женщин показатель деформации миокарда хуже, чем у мужчин. Рискуссия миокарда приводит к улучшению деформационных свойств миокарда не только при первой степени диастолической дисфункции. После коронавшутирни у женщин отмечают значительное улучшение деформации миокарда и скорость деформации миокарда левого желчка по сравнению с мужчинами. Возможно, это связано с исходно худшим состоянием деформации у женщин. После чрезкожно-коронавшутирни улучшение деформационных свойств у женщин и у мужчин не различается, за исключением скорости диастолической деформации. Отсутствие значимого улучшения при второй степени диастолической дисфункции, по-видимому, связано с более тяжелой исходной диастолической дисфункцией миокарда, повышенной жесткостью миокарда и повышенное давление в полости левого предсердия. На этом слайде представлено осложнение в раннем и послеоперационном периоде после коронарного шунтирования. Как видно из этого слайда, у женщин чаще встречалась острая сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, отек головного мозга, фибрилляция предсердия. В раннем и послеоперационном периоде случаев летального схода не было. В отдаленном периоде в течение 12 месяцев наблюдений умерли двое пациентов, одна женщина и один мужчина. Риск развития осложнений после операции ортокоронарного шунтирования был такой, что абсолютный риск развития сердечной недостаточности у женщин составил 16%, а у мужчин всего 2%. По атрибутивному риску у женщин на 14% больше вероятность развития сердечной недостаточности после коронарного шунтирования, при наличии исходной диастолической дисфункции, чем у мужчин. Отношение шансов развития сердечной недостаточности после коронарного шунтирования у женщин составило 9,8%. Развитие сердечной недостаточности имело прямо пропорциональную зависимость от исходной диастолической дисфункции с коэффициентом корреляции 0,7%. Выгоды и практические рекомендации позвольте не зачитывать, так как они представлены в автореферате. Благодарю за внимание. Спасибо. Коллеги, какие есть вопросы? Вопрос, пожалуйста. Вопрос, пожалуйста, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему после операции авторопородарного шунтирования в исторической дисфункции намного больше получалось у мужчин, чем у женщин, чем у женщин, чем у женщин, чем у женщин, в сравнении с больными, которыми делали было чеково. Пожалуйста, отвечайте. Глубоко уважаемый Ирюич, спасибо за вопрос. Значит, скорее всего, такие показатели получились за счет того, что после аортокоронарного шутирни проводилась относительно полная ревосклеризация, то есть было, скажем так, восстановление кровотока, полное восстановление кровотока за счет этого и получаются такие показатели, такие цифры. Понятно. Пожалуйста, Низелька. У меня есть тоже несколько вопросов. Первый касается первой части вашей работы. Я специально посмотрела на норму эстрогена, что вот это здрастная кровь, и одна колебанца от детей с рабочей детей. Вы делите группу по показателю 20. Почему вы выбрали именно это показать? Потому что все это находится в нормальном значении для данных здрастных групп, то есть не на самом деле. Пускай она ответит, да? Не возражается? Конечно. Ну это данные нашей лаборатории, то есть данные именно нашей лаборатории, что норма считается от 20 и выше, от 20 до 40, кажется. Это данные нашей лаборатории. Для того, чтобы направить свою... В менопаузу. Тогда у вас у меня какая-то контрольная группа, вы про нее не говорили. Вы сказали, что у вас есть группа больных после менопаузы. Я говорю о тех вопросах, которые на поверхности, в ассультации. Вы говорите... Вот я специально посмотрела на спрашивание материала. Оно у нас содержание эстрогена женщин после менопаузы. Нормы такие, о которых я вам спорю. Если вы говорите о том, что у вас есть своя норма, то я тогда спрашиваю, есть ли у вас своя контрольная группа. А у женщин, если вы не знаете, то есть это паузы, то есть это приятность, то есть это от общественной дисфункции, и тогда вы выбираете свои нормы. Но про контрольную группу вы не рассказываете. Поэтому мой вопрос, как вы получаете, я вам даю эту норму, которая немножко отличается от нормы, которая не видела. Литература, или я чего-то не снимала. Это показатели нашей лаборатории, что именно норма, в менопаузу от 20 до 40. Контрольная группа, у которой что именно? У меня сейчас спрашиваете, что там контрольная группа? Нет, нет, я имею в виду... Контрольная группа – это группа лиц соответствующего возраста, в данном случае пола, которые по изучению нового телевизора, у них по наличию ЭТС, у них должна отсутствовать ЭТС, ну, возможно, и диастолическая дискуссия, но присутствуют. Лесники после монопаузы должны быть сопоставимы по возрасту, по наличию сопутствующей патологии. Тогда вы можете говорить, что ваши нормы отличаются от нормы, которые приведены на все работы. Вы даете какую-то свою норму, внутри этой нормы, вы даете просто показатель, который отличает... По нему вы сравниваете две посылки больных. Вы говорите, что особой разницы нет. Но поскольку эта цифра входит в этот показатель, нормы, которые приводят в литературу, то я вас не спрашиваю, почему этот показатель выбирается в качестве какого-то предельного значения. Вы мне отвечаете, что у вашей лаборатории своя норма. Тогда я не спрашиваю, что эта норма, выгодная на контрольной группе, если у вас контрольная группа, чтобы вас не забудеть. Нет у нас контрольной группы. Не было такой именно контрольной группы. Тогда нормы просто надо, чтобы это было, с моей точки зрения, как-то специально отбудренов. Потому что существуют стандарты и нормы. Мы же не имеем, если, например, интервалы, как и нормы, мы своими нормами не получаем. Мы имеем литературные данные, да? Точно так же и поэтому показатель этого очевидна. Если вы пользуетесь литературными данными, то почему это не совпадает, то почему это не совпадает, что это не было? А второй вопрос следующий. Вы говорите о том, что наличие диоктонической дисфункции прямо значимо коррелируется с опытом операции, в частности, ревоскуляризации миокада. Но вы сами говорили о том, что у женщин несколько другая анатолия. И вот в этом перечне факторов, которые влияют на исходы операции АКШ у женщин, ну и мужчин, впрочем, анализировали ли в таком фактор, как полнатолию стульализации, было ли сопоставимо количество наружных шуток, или были также различия по этому показательному? Спасибо, Елена Зельковна, за вопрос. Значит, наша задача исследования, это не входило, но в дальнейшем исследовании, да, мы учтем эти все замечания в дальнейшем нашей работе. Спасибо. Ещё есть вопросы, Калина? Скажите, пожалуйста, вот меня очень заинтересовало такой вопрос. Значит, у части больных отмечалось повышенное давление в левом предсердии, да? У ваших больных. Вы смотрели, какое в это время было давление в системе лёгочной артерии? То есть, вы смотрели, есть лёгочная гипертензия при этом, нет лёгочной гипертензии? Потому что это же ключевой вопрос. Вы фиксируете высокое давление в левом предсердии, а что происходит с системой малого кода? Смотрели или не смотрели? Ну, у нас, мы всегда смотрим давление в полости левого, вернее, давление в правом желудочке. Ну и как они коррелировали? Да. Они были в пределах нормы, потому что они были все в пределах нормы. То есть, у этих пациентов не было лёгочной гипертензии. Вы уверены в этом? Ну, просто мы всем пациентам всегда планово смотрим давление в полости левого предсердия. Нет, ну это вы можете смотреть, но я вам вопрос задаю. Это больные с лёгочной гипертензией. Какое нормальное давление в лёгочной артерии? До 30. До 30. А какое было у ваших больных давление? До 30. Просто... Нормальное давление до 25, на этом остановимся, даже 20-25. Вот. А во-вторых, значит, я просто думаю, что это вопрос такой, который... И в этой связи, в этой связи, что было с метральным клапаном, размеры метрального клапана у этих больных? У нас пациенты, они как раз были исключены, если когда было поражение клапанового аппарата. Я не говорю про поражение, я говорю про размеры клапана. У нас и тоже не было таких пациентов, которые с... Какой был размер метрального клапана у этих больных в среднем? В среднем где-то примерно ну, максимум до 3,5 вот так. До 35 миллиметров? Да, до 35 миллиметров, извините. Ну, это большое, это увеличение, потому что нормальный размер метрального клапана... Но при этом не было метральной недостаточности. Выраженной метральной недостаточности у этих пациентов не было. Да я вас не спрашиваю про метральный недостаточности, я вас спрашиваю про метральный клапан. Вот. И в этой связи следующий вопрос возникает. Вот все это хорошо, и диастолическая дисфункция, и это, и это, и это. Замечательная работа, очень такая глубокая. Но как это все соотносится с сердечной недостаточностью? Вот вы, когда вы какую-то классификацию сердечной недостаточности придерживались вот больному, когда диагноз ставился, или вы просто говорили, что там ишемическая болезнь сердца, диастолическая дисфункция, там еще что-то. У меня вопрос простой. В диагноз выносился показатель сердечной недостаточности или нет? Нет. Понятно. Больше нет вопросов, коллеги? Ну, хорошо. Спасибо, присаживайтесь. Спасибо. Значит, у нас научный руководитель, доктор медицинских наук Эльмира Уметовна Асамбекова. Пожалуйста. Уважаемый председатель, глупо уважаемый член администрационного совета, Кермина Батаевна Катаева пришла к нам сразу после окончания бедринститута в клиническую ординатуру, и это было очень давно. Учеба она продолжила с перерывом на декретный отпуск, и за все это время, в общем-то, она состоялась как кардиолог, как врач, который может самостоятельно обследовать пациентов, выставлять диагноз, назначать лечение, в общем, вести кардиологических пациентов, подготовить их к хирургическому вмешательству, вырабатывать показания, противопоказания к хирургическому вмешательству. Овладела она основными методиками обследования, которые проводятся в нашем отделении. В общем-то, показалось, человек очень исполнительный, который может принимать самостоятельные решения, пользуется уважением коллег в отделении и старших товарищей. Спасибо за внимание. Так, письменные отзывы, пожалуйста. В дистанциональном совете имеется отзыв нашего центра, это как организация, в которой выполнена работа. Отзыв отмечает актуальность, учитывая широкое внедрение через кожу, трансмолюминально-коронарной ангиопластики, влияние гормонального фона на развитие атеросклероза и на свёртывающую систему крови, наличие противоречивых литературных данных о результатах хирургического эндовоскулярного лечения ЭБС у женщин, дальнейшее изучение данной проблемы является актуальным. Сама диссертация является фрагментом плановой комплексной темы нашего центра. Значение комплексных высокотехнологических методов диагностики в разработке оптимальной тактики лечения больных с мутифакальным атеросклерозом. Из наиболее существенных результатов автор показал, что при обследовании женщин, страдающих ЭБС, необходимо обращать внимание на гормональный статус, несмотря на возраст, состояние менопаузы, так как уровень содержания эстрадиола сопряжен с характером поражения коронарных артерий, дислепидемии и потребностью в различных видах ревосклеризации. Оценить результаты ревосклеризации у больных сохранности с храной систолической функции возможно не только по клиническим признакам коронарного недостаточно, но и по диагностическим маркерам функционального состояния левого желудка, динамики параметра расслабления миокарда и его деформационных свойств. Представлен акт проверки первичной документации. Достаточно объем 151 больной подтверждает, что фактически материалы приведенные в диссертации полностью соответствуют первичной документации, протоколам исследований, записям в историю болезней и операционных журналах, амбулаторным картам, хранящихся в архиве центра и отделении. Степень научной новизны впервые на группе больных кардиохирургического профиля показана особенность течения БС зависимости от уровня гормонов эстроген прогестерон. Впервые показано, что у женщин имеется более выраженное нарушение диастолических функций, чем у мужчин при планировании кардиохирургической операции на равных прочих условиях. Среди женщин с ИБС, направляемых на ревоскулизацию миокарда, имеются тяжелые формы диастолической дисфункции по сравнению с таковыми у мужчин. Автор принимал непосредственную часть во вследовании всех больных взятые поднаблюдения. Заключение было принято на научной конференции клиника диагностического отделения отделения религенно-хирургических методов исследования лечения сердца и сосудов отдела клинической лаборатории диагностики отделения реанимации и тесенциальной терапии для взрослых. Присутствовало в заседании 45 человек. Все за. Председатель на конференции Виктор Евсеевич Маликов. Кроме того, нет, еще есть. Кроме того, в 10-м совете есть отзыв ведущей организации о научно-практической значимости диссертации, которую дал российский кардиологический производственный комплекс. Также отмечает актуальность, то, что непосредственно отдаленные результаты коронарно шунтировал женщин изучено недостаточно. Изучение влияния ревосказа миокарда на систолическую диагностическую функцию сердца является крайне актуальной проблемой кардиологии. Положительно оценивается практическая значимость. В результате проведенного исследования пока что у больных ИБС, направленной на операцию ревосказа миокарда, имеется нарушение расслабления миокарда левого и правого желудочка и деформация миокарда, причем в большей степени у женщин, чем у мужчин. Даны рекомендации по дальнейшему применению. Результаты приведенного исследования можно рекомендовать к внедрению в практику отделения кардиохирургического профиля и кардиологического материала можно использовать также для ознакомления на учебных курсах по подготовке специалистов по специальности кардиологии. И заключает, что диссертация является законченной наушководиционной работой, в которой содержатся новые решения, актуальные научные задачи, оценки влияния гормонального профиля на клинические проявления ИБС и определение влияния хирургического лечения ИБС на диастолическую дисфункцию, особенно при сохранной систолической функции, что имеет важное значение для современной кардиологии. Отзыв ведущего учреждения обсужден и одобрен на Межотделенческой научной конференции Нороследовательского института клинической кардиологии Мясникова и подписан руководителем лаборатории разруковых методов исследований доктором медицинской наук профессором Саидовой. Кроме того, поступил ряд автореферат, ряд отзывов на автореферат. Первый отзыв подписан профессором кафедры клинической функциональной диагностики Московского государства медико-стомологического университета именно Евдокимова, доктора медицинских наук профессора школьника. Отзыв положительный. Положительно оценивается актуальность, новизна и практическая значимость диссертации, разработанные практическим автором практической рекомендации, имеют большую ценность для кардиологов, занимающихся шлемической болезнью сердца, и могут быть рекомендованы для преподавания на кафедрах кардиологии. Следующий отзыв пришел из Республики Дагестан от директора государственного бюджета учреждения Республики Дагестан, научно-клиническое объединение Дагестан-центр кардиологии серии сосудист хирургии, доктор медицинского профессора Макачева, также положительный, также без замечаний. Особенно подчеркивается первый в нашей стране опыт оценки диастолических функций левого желудочка до и после левоскулизации миокарда в гендерном аспекте. Еще один отзыв пришел из Национального центра кардиологии терапии имени Академика Мирсаида Мирохимова Док подписал его заведующим отделением коронарной болезни сердца доктор медицинский профессор Мурат Алиев также положительный, также без замечаний и рекомендую диссертацию положительного решения по защите. Все? Да. Хорошо. Поскольку в отзывах замечаний содержится, то диссертант может не отвечать на это. Сейчас я предоставляю слово официальному оппоненту профессору Давиду Мировичу Аронову. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Илья Антонович, дорогие коллеги, спасибо за предоставленную возможность ознакомиться с этой интересной очень особенно для меня я объясню почему диссертации и тем более еще и высказать свое отношение к ней. Почему особое отношение испытываю к этой диссертации? Потому что эта диссертация посвящена так скажем женскому вопросу, который редко возникает у нас на защитных советах. в свое время в 80-е годы один из моих учеников ценю отбивался реабилитации после инфаркта миокарда больных женщин. Я думал у них все пойдет прекрасно потому что женщины казались тогда по крайней мере они самые благополучные самые сильные вечные живут дольше мужчин меньше вроде болели но сейчас вроде немножко ситуация меняется и сейчас я познакомившись с этой работой начинаю понимать почему в те годы когда я занимался реабилитацией женщин после инфаркта у нас были не очень хорошие результаты по сравнению с мужчинами один и тот же инфаркт миокарда одни и те же изменения на электрокардиокраде какие-то другие показатели одинаковые но исход был хуже у женщин у них была вялая такая мотивация к выполнению каких-то дополнительных действий помимо как принимать лекарства и то они принимали лекарства не особенно аккуратно и не особенно настойчиво они меньше возвращались к трудовой деятельности и вот после того как я ознакомился с интересом большим с этой работой я понял в чем дело все дело видимо в том что у женщин есть свое преимущество на определенном этапе их жизни и это преимущество связанное с гормонами женскими оно им дает прекрасные возможности быть здоровыми объезжать мужчин по показателям здоровья и так далее и так далее но как только период менопаузы наступает у части женщин достаточно видимо быстро а у некоторых несколько замедленно наступает период уменьшения количества эстрадиола диссертантка почитала что эстрадиол в количестве до 20 я не знаю как называется по биохимической единиц это очень плохой показатель состояния женщины больше 20 женщин которые имеют уровень эстрадиола у них все намного лучше и идет здесь сравнение не только между женщинами по различным показателям и исходами но и производится сравнение с мужчинами ну у мужчин конечно каких эстрадиолов есть хотя эстрадиол есть у мужчин но слава богу в ограниченном таком небольшом количестве и вот все что касается течения болезни после того как у них наступила пауза вот эти полностью как бы благодатные серьезные и крепкие женщины начинают болеть и очень очень плохо себя чувствуют хотя в целом конечно смертность у них слава богу ниже в три раза чем у мужчин от ишемической болезни сердца и продолжительность жизни значительно больше так что женщины будут в том случае недостаточно счастливы когда у них наступает медопауза и при этом быстро уменьшается не быстро а значительно уменьшается выработка эстрадиола при выработке эстрадиола недостаточном количестве но не очень выраженным у них течение болезни все-таки лучшее приближается но не может приблизиться к тому что бывает у мужчин и мужчины по эффективности все время опережают при этих заболеваниях и тем более после произведенных операций диссертация таким образом посвящена чрезвычайно важной очень важной я считаю теме она затрагивает особенности здоровья и возможности лечения поисков новых каких-то путей выявлений вот женщин у которых намечается низкий уровень эстрадиола и соответственно развивается дисфункция со стороны сердечно-сосудистой системы выражающейся в том что у женщин нарушается в первую очередь быстро еще при нормальных сократительных нормальных сократительных способностей диастолическая функция и чем ниже уровень эстрадиола тем хуже проявление этой диастолической функции и тем хуже у женщин результаты клинических лабораторных биохимических я имею ввиду и инструментальных методов исследования из этой работы вытекает целый ряд положений которые можно считать как рекомендации для практического здравоохранения они хорошо изложены я считаю что применение их в практике здравоохранения действительно могло бы помочь дифференцировать лечение женщин диагностику и терапию женщин и оперативные вмешательства которые им предстоят если бы мы могли воспользоваться теми диагностическими критериями которые представлены в рекомендациях диссертанта Катаевой вот работа очень солидная она многогранна она и посвящается клиническим аспектам и инструментальным и охватывается прогноз очень серьезная поэтому я считаю что диссертация отвечает всем высоким требованиям которые предъявляются диссертациям на ученую степень кандидата медицинских наук и безусловно Катаева заслуживает искомую степень ну вот еще я могу зачитать формально заключение диссертационная работа Катаева Кермен-Батаевна на тему влияния ревосклеризации миокарда на систолическую и диастолическую функцию левого желудочка у женщин с ишемической болезнью сердца по данным тканевой доклерографии выполненной под руководством доктора медицинских наук Асамбековой является научной квалификационной работой в которой дано решение важной и медицинской задачи для кардиологии оценки влияния ИБС и определение влияния ревосклеризации миокарда на систолическую и диастолическую функцию сердца по данным тканевой доклерографии по своей актуальности научной практической значимости она полностью соответствует всем требованиям которые предъявляется к диссертации на соискании ученого степени доктора кандидата медицинских наук пункта 9 положение присуждения ученых степеней а сама доктор Катаева Кармен Батаевна вполне достойна присуждения искомой степени кандидата медицинских наук благодарю за внимание спасибо большое Кармен Батаевна пожалуйста отменти оппоненту господин господин Своё мнение, просто сказать, не как сейчас Ваша диссертация, Ваше мнение, сложившееся у Вас под наблюдением этих женщин. Почему всё-таки у них эстрадиол начинает вести себя безобразно, и от этого начинается вся каталасия? Почему вы оденете женщин, так это может приставить? Снижается концентрация эстрадиола. Женщины всегда были загадкой, я не знаю. Спасибо. Давид Мейерыч, у них был отягощён гинекологический анамнез, может быть, из-за этого? Спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту, профессору Сергею Ваджировичу Гиллоревскому. Пожалуйста, Виктор Иванович. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые члены учёного совета. Но не случайно, что первый оппонент был из Центра профилактической медицины, поскольку, на мой взгляд, главная ценность этой работы в том, что она позволяет выявить среди больных, у которых женщин выполнена ревоскулиризация миокарда, тех больных, у которых может быть высокий риск развития сердечной недостаточности в ходе дальнейшего наблюдения, несмотря на эффективную ревоскулиризацию. И в этой работе поднимается ряд аспектов, которые, конечно, не решены. И нужно сказать, что вообще оценка диастолической функции на сегодняшний день привлекает очень большое внимание. Более того, несмотря на то, что проблема диастолической сердечной недостаточности абсолютно не решена, в последнем варианте рекомендации по ведению больных с сердечной недостаточности выделяется не просто больные с сохранённой систолической функцией сердечной недостаточности, выделяется даже серая зона, то есть больные с сердечной недостаточностью, у которых фракции находятся в диапазоне от 40 до 50%. Но проблема эта, в общем-то, не решена. И мне кажется, что вот та часть работы, которая посвящена оценке диастолической функции, важна, потому что выделяется всё-таки группа больных с исходно очень тяжёлыми типами диастолической дисфункции, у которых не происходит положительной динамики. Конечно, эти больные требуют дальнейшего обследования. После операции у них, кстати, сообразно оценивать концентрацию натриотических пептидов для того, чтобы уже установить диагноз сердечной недостаточности. Очень важная часть, посвящённая связи между уровнем эстрадиола и тяжестью поражения. Это тоже очень актуально. Нужно сказать, вот ответ Елены Зельковны относительно, что несмотря на очень широкий диапазон норм в литературе уровня эстрадиола, тем не менее, всё-таки средние значения эстрадиола около 10 пикограмм на миллилитр в группе со сниженным уровнем эстрадиола соответствуют тем данным, которые были получены у женщин в постменопаузе в современных рандомизированных клинических исследованиях. Может быть, целесообразно бы при планировании работы даже не выделять какую-то точку разделения, что, естественно, возникает, служит основанием для таких вопросов. Сколько надо было, наверное, провести ретроспективный анализ с учётом разных квартелей или квинтелей уровня эстрадиола и посмотреть, какая будет связь с тяжестью поражения. Но, тем не менее, всё-таки это всё равно очень важная часть работы. Причём, нужно сказать, что эта работа поднимает вопрос о необходимости всё-таки вернуться к вопросу о заместительной гормональной терапии у женщин с высоким риском развития тяжёлого поражения коронарных артерий. И вот совсем недавно, около месяца назад, были опубликованы результаты исследований ЭЛИТ, где было показано, что у женщин в ранние сроки менопаузы, в течение первых шести лет, назначение заместительной гормональной терапии приводит к существенному уменьшению темпов увеличения интимомедии. То есть, в общем-то, положительно влияет на развитие атеросклероза, в отличие от женщин, у которых терапия начиналась через 10 лет после менопаузы. И, в общем, в этом исследовании не было каких-то неблагоприятных исходов, которые боятся. Но это тоже вопрос нерешённый, так что важность этой работы в том, что она поднимает эти проблемы. Я хочу отметить, что работа выполнена невероятно тщательно. У меня вообще при чтении возникал вопрос о том, какое терпение у автора этой работы проанализировать все эти показатели диастолической функции. Поэтому она имеет и какое-то такое методологическое значение, отвечая на вопрос о подробной оценке диастолической функции. И последнее, что хотелось бы сказать, что мне кажется, что даже важнее не оценка диастолической функции, а с учётом современных последних данных, важна та часть работы, которая оценивает именно деформацию миокарда. По-видимому, это всё-таки более чувствительный и более важный для определения прогноза признак. И вот выявление больных, у которых нет динамики, стрейна, деформации, тоже это важный маркёр для выделения групп, из которых в дальнейшем будет риск развития неблагоприятных исходов. В любом случае, мне кажется, что работа Катаева и Керми Батаевны – это научно-квалификационная работа, которая имеет важное значение для кардиологии и оценивает диастолическую и систолическую функцию у больных с перенежкой ревоскулизацией миокарда и полностью соответствует пункту 9 положения присуждения учёных степеней постановления правительства, пункта 9 положения присуждения, которое было утверждено в положении правительства номер 842. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, Кермина Батаевна. Бог, уважаемый Сергей Руджер, спасибо большое за Ваш труд, за Ваше потраченное время, которое Вы посвятили анализу нашей диссертации. Все Ваши замечания, пожелания, вернее, мы учтём в дальнейшем исследовании. Но так как в протокол стандартного обследования в кардиохирургическом стационаре определение уровня женских половых гормонов не входит в протокол обследования стандарт, поэтому нам ретроспективный анализ провести было сложно. Поэтому спасибо большое. А где главврач? Коллеги, кто хотел бы... Пожалуйста, Юрий Иванович. Профессор Бузиашвили, Юрий Иванович, отделение, из которого вышла работа. Председатель, да, член учёного совета, коллеги Кермина Батаевна. Я... Мне кажется, очень актуальная работа. И, знаете, есть такая поговорка, что коммунизм до первого личного капитала, а феминизм до первого настоящего хорошего мужчины, мужа. И поэтому, значит, что касается исследований у женщин, то я в последнее время чётко наблюдаю у нас в отделении, что женщины стали намного больше тяжело болеть. И этот возраст, к сожалению, всё снижается и снижается по поводу их молодости. Да, раньше такого количества женщин у нас в отделении не было. Но должен и другой отметить, что всё в мире сближается, если в России произошло, значит, махровый капитализм в коммунистической стране, то в Америке вводят элементы социализма, всё сближается. Поэтому мужской сегодня климакс протекает не менее ярко, чем женский климакс. И мы это наблюдаем тоже у наших мужчин, которые лечатся в нашем отделении. Поэтому исследование, безусловно, актуальное, потому что мы оперируем и женщин, и мужчин. И очень важно иметь, если есть какие-то особенности. И такие особенности мы выявили. В плане вопросов определения с анализами, я думаю, что в сегодняшнем тяжёлом положении страны института отделения личности, который проводит исследование, делать контрольные группы по каждому измерителю, даже если он выведен в оглавление, было бы очень накладно по многим техническим аспектам. Поэтому мы руководствовались, этот вопрос мы обсуждали. Мы хотели сделать контрольную группу, но мы решили поверить в той лаборатории, которая работает в центре Бакулева, потому что референтные значения её давно определены и ясны. Это первое. Второе. Что касается больных, то мы брали здесь больных без патологии какой-либо, кроме как коронарной артерии и нарушения диастолической функции. Не было ни клапанной патологии, ни лёгочной гипертензии. Касаясь вопроса сердечной недостаточности, если она и проявляла себя и клинически, или инструментальным исследованием, то это была острая сердечная недостаточность, будем говорить, такая приходящая в реанимацию, которая после поступления больного в отделение была нивелирована, поэтому так мизерно повисалось давление в левом предсердии, что до лёгочной гипертензии вопрос не доходил. Поэтому это мне очень импонирует, то, что было много вопросов и много неясностей. Я теперь точно понял, что будет правильно, если эта тематика получит дальнейшее развитие по ещё большей детализации данных и у женщин, и у мужчин, чтобы иметь впереди какой-то рестроспективный анализ и знать, какого больного, что можно ждать в плане осложнений. А принципиально мне было приятно послушать и диссертантку, и я хочу поздравить Эльмиру Метовну с его очередным учеником и пожелать дальнейших успехов и здоровья. Считаю, безусловно, заслуживающим к издательской степени эту работу и хочу пожелать дальнейших успехов к Геннему Батайовне. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Коллеги, кто ещё хотел бы выступить? Пожалуйста. Профессор Мацки-Плешвили. Глубоко уважаемый Илья Антонович, глубоко уважаемый член диссертационного совета, глубоко уважаемые коллеги и глубоко уважаемая Кармен Батаевна. Я бы хотел начать с того, что сегодняшнее наше соседание называется защитой кандидатской диссертации, и поэтому мало хорошо работы сделать, надо её хорошо защитить. И, может быть, этого чуть-чуть не хватало Кармен Батаевне, защитить результаты, которые, безусловно, отражены в диссертации, и невозможно все результаты представить в ходе публичного обсуждения. Илья Антонович, Вы сказали, что женщины – это неясная часть нашей жизни. В Америке была издана книга, что мужчины знают о женщинах. 500 страниц. После обложки все остальные 500 страниц были пустые. Она раскупалась с огромным тиражем. Мы действительно не очень много знаем о женщинах, переходя к кардиологии. Вот у Димана Шавкатова есть значок, я заметил, на одежде. Это значок Американской ассоциации сердца, который говорит о том, что женщины болеют кардиологическими заболеваниями не так, как мужчины. И на это надо обращать внимание. Это очень важно. В нашем отделении мы видим, что каждый раз, когда мы отправляем на хирургическое или эндоскулярное лечение пациентку женского пола, мы стараемся защититься, как-то по-другому подойти к этому. Мы знаем, что и особенности анатомии коронарных артерий, возможно, особенности анестезиологического пособия, они также важны. Мы этому придаем очень важное значение. Что касается самой работы, она, наверное, действительно поставила больше вопросов, чем дала ответов. Я считаю, что это тоже ее достоинство, поскольку действительно вопросы взаимоотношения половых гормонов и сердечно-сосудистых заболеваний очень важны. К сожалению, многие до сих пор считают эстрогены женскими половыми гормонами, тестостеронами мужскими. На самом деле они есть и у женщин, и у мужчин. Просто у мужчин чуть-чуть больше эстрогенов, не у всех мужчин. А у женщин чуть-чуть больше эстрадиола, как главного женского полового гормона, но также не у всех женщин. И, возможно, в будущем было бы интересно посмотреть соотношение между тестостероном и эстрадиолом. Касательно вопроса нормальных значений, эстрадиол может распадаться тремя разными путями. И один из его продуктов распада имеет очень выраженное атерогенное действие, провоспалительное. И низкая концентрация эстрогенов может быть в связи с тем, что большое количество этого гормона переходит в неправильную форму, которую нам бы не хотелось видеть в крови пациентов. И таким образом может ухудшать различные показатели. Мы все видели, какие показатели были оценены в диссертации. Это новейшие параметры, которые позволяют нам предположить состояние деформационных свойств миокарда. Этому сегодня уделяется очень большое внимание. Это также украшает работу. То есть необычная фракция выброса или трансминтральный кровоток, а именно показатели, полученные с помощью новейших методов обследования. Вот Сергей Руджевич говорил, что на последнем Конгрессе по съедущей недостаточности действительно выделили отдельную группу пациентов. Это вызвало огромное разногласие с так называемой серой пограничной фракцией выброса. То есть у нас нет сегодня съедущей недостаточности. Сохрана есть нормальная фракция, есть сосредняя фракция выброса. И именно показатель диастолической функции позволяет этим пациентам оптимально подбирать медикаментозное или хирургическое лечение, и особенно это касается женщин. Я поддерживаю эту работу, считаю, что Кармен Батаевна заслужила звание кандидата медицинских наук. Я бы хотел наш центр поздравить с такой замечательной работой. Я очень надеюсь, что она получит свое продолжение, поскольку тема очень важная. И вот с новыми методами диагностики она будет иметь очень большое значение. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, есть ли еще желающие выступить? Тогда я предлагаю Кармен Батаевне ответить на выступления неофициальных рецензентов вашей работы и заключительные слова. Глубоко уважаю Юрий Иванович, Симон Томарович, спасибо большое за ваше выступление. Я очень ценю вас и уважаю. Глубоко уважаю Юрий Иванович, член диссертационного совета, коллеги. Я, конечно же, в первую очередь хочу выразить огромную благодарность нашему центру, дирекции нашего центра в лице директора академии российской науки Юрий Иванович Бакери за предоставленную возможность обучаться, становиться специалистом, заниматься научной деятельностью. Также благодарю диссертационный совет за то, что они приняли к рассмотрению мою защиту, позволят защититься и выступить с этой трибуны. Спасибо большое. Еще раз спасибо большое оппонентам моим, Давиду Миреевичу, Сергею Руджеровичу. Также хотелось поблагодарить коллектив клинико-диагностического отделения, нашего самого замечательного руководителя, учителя, академика РАН Юрия Ивановича Бузиашвили. Конечно же, глубокую благодарность хочу выразить моему научному руководителю, Эльмиру Метана Асамбековой, которая всячески мне помогала и поддерживала. Моим родителям спасибо за любовь в понимании. И в заключение хочу поблагодарить Динара Шавхатовна. Спасибо большое всем присутствующим. Спасибо большое. У нас предстоит коллегии тайное голосование. Предлагается счетная комиссия в составе Ивана Вячеславович Ключников, Надежда Олеговна Сокольская, Виктор Евсеевич Маликов. Кто за, прошу проголосовать. Против? Державшихся? Нет? Тогда прошу приступить к работе глубоко уважаемого комиссии. Спасибо. Два раза, да? Я на этом улетении одни раз расписывался. Два раза, да? Расписаться надо сначала. Все, все, все. Расписаться надо сначала. Это за предыдущего. За каждого теперь отдельно. Спасибо. 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 Все, готовы? Да. Коллеги, слушаем вердикт. Профессор Маликов Виктор Евсеевич, пожалуйста. Комиссия посчитала голоса тайного голосования Катаева и Кермен Батаевны на связи с ученой степенью кандидата в специальность кардиологии. Из 23 членов ученого совета присутствовало 18, из них 6 по специальности кардиология. Роздано 18, нерозданных осталось 5, в уровне оказалось 18. И при подсчете за 17, против 1, недействительных нет. Разрешите утвердить все результаты счетной комиссии. Кто против, кто сдержался, принято. И нам сейчас надо подвести итог в виде проекта заключения по диссертации. Пожалуйста. Рассмотрев материалы диссертации, Совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований разработаны принципы обследования и отбора пациентов ишемической болезни сердца на реверскулизацию миокарда при сохранности статистической функции в зависимости от пола. Предложены наиболее информативные критерии оценки эффективности реверскулизации миокарда у пациентов ЭБС в сохранности статистической функции по танам токоневой топлерографии. Показано, что диастолическая функция левого желудка нарушена у большинства больных ЭБС, направленная на операцию реверскулизации миокарда. Сформулированы основные предпосылки необходимости детального обследования диастолической функции до реверскулизации миокарда, так как при тяжелых формах диастолической дисфункции увеличивается риск развития послеоперационных осложнений. Применительно к проблематике диссертации. Результативно использованы современные методы обследования пациентов статистического анализа. Изложены данные благодаря воздействию реверскулизации миокарда на функциональном состоянии лево-правого желудка. Раскрыты на первый взгляд нарушения функционального состояния сердца у больных ишемической болезни сердца, направленные на оперативное вмешательство и взаимосвязь гормонального статуса женщин в период менопаузы с характером поражения коронарных артерий, дислепидемии и потребностью в различных видах реверскулизации. Оценка достоверности выявила, что идея базируется на многолетнем опыте федерального государственного центра по исследованиям ишемической болезни сердца пациентов в кардиохирургическом профиле. В работе используются современные методы сбора и обработки информации, используя достаточный объем клинического материала, 151 пациент. Таким образом, на заседании 24 июня 2016 года рекомендовано присудить Катаеву и Кермен Батаевне ученой степенькой даты медицинских наук. Кто за, прошу голосовать. Кто против, воздержался? Нет. Принято единогласно. Прошлите мне от имени ученого совета по защите диссертации в научном центре сердечно-сосудистой хирургии поздравить Кермен Батаевну Катаеву с замечательным достижением в защите кандидатской диссертации. Пожелать вам больших успехов в будущем, в жизни вообще, личного счастья и всего самого доброго, как принято желать состоявшимся женщинам. Будьте здоровы и счастливы!